Повторяю, это одна гадкая сеть против другой гадкой сети. Разбираться в сортах дерьма я не хочу. Слушать Денисетти приятнее. Оливацких подонков, которые потом продолжат всем гадить, вы, организованные толпой, пошли поддерживать на водопой. В итоге получите нового Павленского. Только много штук такого дерьма. Выходить в пикеты против репрессивных действий надо. Обязательно надо. Но за достойных людей, а не за грязь. В одном из последних роликов я рассказал о такой градации идиотов, что есть просто идиоты, есть отчаянные идиоты, есть полезные идиоты. Сегодня речь пойдет об одном из полезных идиотов. Зовут его, кажется, Панасенков или Парасенков. Поросенков, точно. Вот о нем пойдет речь. Человек это довольно известный в России и очень популярный. Ничего удивительного. В России вообще, чем более фриковый персонаж, чем менее он профессионален, чем больше в нем лжи, напыщенности, наглости, такие люди всегда в России делают очень успешную карьеру. Вот это один из таких самых персонажей. Сам себя раскрутил, сам себя сделал. Ну и продолжает, естественно, сам собой восхищаться. Без сомнения, относится к числу полезных идиотов. Ну вот вначале вы слышали, как господин Поросенков высказывается о деле в сети. Ничего, скорее всего, не зная о подробностях этого дела. Ему, видите ли, интереснее слушать там какую-то музычку, беспрерывно навязывает свои вкусы музыкальные всем, кто его слушает. То есть у господина Поросенкова приблизительно так. Если ты не слушаешь Долиду, то ты полный идиот. Почему все должны слушать Долиду или Доминго? Что объяснить этому персонажу невозможно. Ну вот ему нравится, значит, должно нравиться всем. О его проблеме, а у него серьезная психологическая проблема. Кстати, он об этом не скрывает. Он считает, что это преимущество. Нацисизм – это психологическое расстройство личности. Можно сделать отдельный ролик, если вам интересно. Разложить, как говорится, все по полочкам. Найдите любого психолога. Это огромное количество роликов на эту тему. И вы не найдете ни одного, кто бы посоветовал вам дружить с нарциссом, общаться с ним, поддерживать какие-то отношения. Все в один голос, и я в том числе, заявляют о том, что любое общение с нарциссом закончится для нормального человека плачевно. Он использует людей вокруг себя. Вообще не способен испытывать чувство эмпатии. То есть, сочувствовать кому-то. Абсолютно уверен в своей избранности, красоте, таланте и так далее. Как правило, это личности посредственные, бездарные. Но они убеждены в совершенно обратных вещах. То есть, происходит самолюбование. Почему он называет этих людей нарциссами? Потому что он сам любуется собой. И навязывает себя всем остальным. Жаждет восхищения, комплиментов и прочее. Нарцисс спокойно будет рассказывать о том, что он покушал, что он понюхал, как он покакал. И он считает, что это действительно людей занимает. Понимаете, людей вообще ничего в жизни не занимает. Кроме того, чтобы наблюдать за жизнью посредственного нарцисса. А при общении с ним, так называемой дружбе, ну, дружба с нарциссом вообще в принципе невозможна. Но если он кого-то умудряется использовать, а они ведут, как правило, паразитический образ жизни, они выбирают кого-то и используют максимально, закончится это плохо для здорового человека. Использовав кого-то до конца, нарцисс не просто избавится от этого человека, но избавится еще и поглумившись над ним. Вот это такой небольшой психологический портрет о персонаже. А сейчас ближе к тому, в чем полезность этого идиота в контексте дела в сети. Если вы смотрите многих оппозиционных блогеров, так называемых оппозиционных, я сразу вынужден оговориться, ибо на самом деле оппозиции в России нет. Я уже об этом много раз говорил. Но так называемые оппозиционные блогеры высказались, очень многие, о недавней публикации в «Медузе». Игорь Яковенко даже назвал это «тест Медузы». И в одном из своих последних роликах рассказал о том, что многие оппозиционеры этот тест «Медузы» не прошли. Ну и полезный идиот поросенков, конечно, не прошел тоже этот тест. Я бы добавил тест на вшивость, на оппозиционную вшивость. Еще один удачный комментарий на эту тему у Артемия Троицкого. Ссылку и на Яковенко, и на Троицкого я оставлю в конце ролика. Пройдите и ознакомьтесь. Если рассказывать коротко, то дело вот в чем. «Медуза», как считалось, оппозиционное средство массовой информации, они находятся не в России, а где-то в Прибалтике, отличались тем, или, по крайней мере, имели репутацию независимого источника, в той или иной степени пытающегося объективно подавать информацию. И вдруг после дела в сети, буквально сразу по следам, когда людей ужаснули колоссальные сроки, что получили эти ребята, вышел материал, где говорится, что, в общем-то, они не такие уж и безобидные. Среди них, скорее всего, есть убийцы. Далее еще был заказной материал на Сагенбаева, не в «Медузе», но в других средствах массовой информации российской, что якобы Сагенбаев болеет ВИЧ и заразил всех девушек Петербурга, злостно заражал, значит, ВИЧ с инфекцией. Не доказано ни первое, ни второе, то есть не доказано, что кто-то участвовал в убийстве своих друзей, не доказано, что Сагенбаев болеет ВИЧем, но вот эту вот фигню подпустили в информационное пространство. И полезные идиоты, естественно, схватили эту информацию и начали ее раскручивать. Этого и добивались пропагандистские российские СМИ. Как только «Медуза» выпустила этот материал, добавив, кстати, в конце, что материал не проверен, то есть до конца неизвестно вообще, так это или нет, тут же на эту самую «Медузу» сослались Киселев, «Раша Тудэ» и так далее. И в этот момент можно сказать, что репутация «Медузы» была разрушена. Так как это произошло буквально по следам после оглашения приговора, все-таки люди склоняются к тому, что материал был заказной. А это значит, «Медуза» не является больше независимым средством массовой информации в понимании большинства, кто следит за ситуацией. Если это была такая журналистская ошибка, то это тотальная ошибка, исправить которую будет крайне сложно. После этого дела всегда будут вспоминать, что в момент, когда нужно было защищать политзеков, «Медуза» выпустила материал, фальсифицированный, пытающийся очернить личность этих политических заключенных. Объяснять полезному идиоту, что его используют, бесполезно, ибо он-то убежден в том, что он все правильно говорит, конечно же, он же любуется собой, и вообще он не делает никаких ошибок никогда. Но в том-то и дело, что Поросенков обслуживает этот режим, называя себя громко оппозиционным человеком, спокойно присутствует на центральных каналах, в различных передачах, не видя в этом ничего страшного, он может как-то это даже аргументировать, но на самом деле получает денежки от этого самого режима. И, естественно, в каких-нибудь из следующих передач, вот имея такую идиотскую позицию, его могут спросить, ну а как вы прокомментируете дело в сети? И вместо того, чтобы встать на защиту политзеков, Поросенков сделает ровно такие же выводы, как и сделал. Защищать нужно, но защищать нужно только порядочных людей. Вот в этом и находится корень зла этих рассуждений. Когда речь идет о политических заключенных, их вообще нет в демократических странах, это считается позором в наше время иметь политзеков. И никакая демократическая страна уже много лет никаких политических заключенных не имеет в своих тюрьмах. То есть человека нельзя сажать за его убеждение. Политических заключенных называют еще узниками совести, потому что то, что говорит каждому человеку его совесть, это нельзя осуждать, вернее осуждать это можно, но и за это нельзя наказывать в тюрьме. Можно спорить с коммунистами, с левыми, с либералами, с консерваторами, с правыми, с радикалами, с кем угодно, вести дискуссии, выяснять отношения. Но за политические взгляды сажать в тюрьму, тем более на 15-16 и так далее лет, это преступление. В нормальной стране, если есть политзеки, вся страна по сути должна бороться за всех них и за каждого в отдельности. Помните случаи с Олегом Сенцовым, когда его пытались вытащить из-за стенок российских. Он всегда выступал с заявлением, что он не выйдет до тех пор, пока не освободят всех украинских политзеков. То есть, по крайней мере, он призывал к освобождению всех. Вот политзеки должны быть все освобождены без исключения. Неважно, какие они люди, услышите меня, бьет ли кто-то из них в приватной сфере свою жену, не ходит ли кто-то на лекции, трахается ли кто-то без презерватива, не платит ли кто-то эти счета за коммуналку, может быть, кто-то является плохим сыном, плохой дочерью. Это все не важно. Важно, что эти люди сидят за свои политические убеждения. А это недопустимо. Что же говорит полезный идиот, герой этого ролика? Что сначала, оказывается, нужно заглянуть в анкету этого человека, поговорить с мамой, почему она плохо его воспитала, затем поговорить, наверное, с рабочим коллективом, может быть, с университетом, где человек обучался, а потом уже подумать, стоит ли его освобождать или нет. Совершенно идиотское представление о проблеме. Господин Поросенков говорит складно и много. Заявления типа «слушайте меня, и вы будете умнее» или «читайте мои книги, и тогда вы поймете, что сейчас происходит с Россией», все это называется самопиаром и ничего большего. К сожалению, полезных идиотов в России очень много, и власть с удовольствием использует их глупость на благо себе. Теперь поклонники секты господина Поросенкова, пожалуйста, вы можете высказываться без оскорбления автора, если вы будете оскорблять автора канала, ваши комментарии будут удаляться. Защищайте его, объясняйтесь в любви, все что угодно. На меня ваше мнение не действует. У меня относительно господина Поросенкова давно сложено свое собственное мнение, и оно не меняется уже много лет и не изменится. Обсуждение истории Соколова здесь не по теме. А Соколов, если вы вдруг не знаете, это фетиш Поросенкова, когда он каждый раз о нем говорит, эти комментарии попадают в фильтр и в спам. Можете пытаться, но, думаю, у вас это на этом канале не получится. Всем остальным всего доброго, пока. Вообще вот это в классическом виде левацкий гадюшник. И не волнуйтесь, они не будут сидеть оглашенные сроки. Или сейчас олухи пикетами их отобьют себе и соседям на голову, или их точно освободят, когда верхушечным переворотом пойдет режим. А что касается так называемых матерей, они должны были вовремя заниматься воспитанием детей, чтобы те не стали анархистами, чтобы не заражали людей ВИЧ, чтобы не с автоматами бегали, а умные книги читали, например, мои, и слушали хорошую музыку, например, «Долиду» или «Доминго» далее. Выходить в пикеты против репрессивных действий надо. Обязательно надо. Но за достойных людей, а не за грязь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!